Добрый день, мы продолжаем отвечать на ваши вопросы на библейском портале Экзегет. Вы спрашиваете, что значит грех празнословия, является ли празнословием разговор с друзьями на различные темы? Если да, то получается вообще нельзя ни с кем ни о чем разговаривать, кроме религии. Давайте еще раз с вами уточним, что грех – это всегда переизбыток чего-то, и в том числе празнословие – это переизбыток. Люди общаются друг с другом посредством слов и доносят друг до друга и мысли, и необходимости посредством слова в первую очередь. И мы радуемся и благодарим Богу, что у нас есть такая возможность. Более того, чем человек искуснее в слове, тем точнее он может донести свою мысль до другого, но это искусство не просто так приобретается, и за ним стоят годы образования, культуры и так далее, и талант. Мы можем говорить с людьми на любые темы, мы можем смеяться и шутить, и веселиться, но просто у всего должно быть свое время и у всего должна быть своя мера определенная. Писание говорит нам, что человек, который сможет обуздать свой язык, владеет всем вообще. И безусловно, тот, кто повелевает своим языком, повелевает собой полностью. Это результаты размышлений и упражнений, и созерцания, и навыков молитве, потому что молитва точно не несет в себе празднословие. Даже те, кто когда-то в крайней ситуации какой-то критической оказывался и пытался молиться своими словами, понимают, что это не какой-то поток, а это прям какие-то конкретные просьбы, которые идут от самого сердца. Хотя вот Писание говорит нам тоже, чтобы мы не уподоблялись язычникам в молитве, которые думают, что они в своем многословии будут услышаны. Поэтому постарайтесь для начала хотя бы уложить свою речь, свою мысль, по какому поводу эта речь не произносилась, праздник ли это, или работа, или общение с близкими людьми. Постарайтесь уместить ее в минимальные рамки, так, чтобы было понятно и вам, что вы говорите, и другому, и так, чтобы это заняло как можно меньше времени. И я думаю, что здесь нужно поучиться, конечно, у великих ритеров и постараться пройти некую школу искусства говорить. Сейчас все это вполне доступно и возможно. Но в первую очередь, давайте помнить, что человек, который сосредоточен на Боге, человек, который навык молиться и желает быть в присутствии Божьем, он, как правило, наименее празднословен, потому что ему просто некогда этим заниматься. Он хочет как можно быстрее и точнее исполнить свои житейские обязанности, связанные со словом в том числе, и вернуться обратно к Иисусовой молитве, к созерцанию, к чтению, к размышлению, к тому руслу, в котором должна проистекать христианская жизнь. Продолжение следует...